приветствую всех на своем канале очень рада я вас вновь видеть сегодня что-то я немножко замерзла и это самое решила набросит себя как-то правильный шаль называется не знаю вот а теперь смотрю в камеру я как этот истинная гадалка мне смешно стало вот что хочу сказать перед тем как начнем недавно мне в комментариях написали о том что на моей главной странице отображаются не все плейлисты если я не ошибаюсь их по моему там либо 12 либо 13 разных плейлистов то есть разной тематикой то что есть на моем канале вот мне сказали что отображаются только 4 и что еще хотел сказать а и плейлист в котором я сохраняю все прямые эфиры в нем тоже по моему только 4 прямых эфира видны остальные не видны что-то в общем в таком роде я хотела бы вас попросить чтобы не делать отдельное голосование кто слушает всегда вступление напишите пожалуйста в комментариях если вы перейдете на главную страницу и нажмете на кнопочку плейлисты сколько у вас плейлистов появится если не сложно нажмите на плейлист который называется прямые эфиры и скажите сколько там эфиров есть почему потому что я вроде бы попробовала и и у себя у меня все отображается попросила нескольких людей чтобы они посмотрели тоже с телефона не с компьютера именно с телефона у них тоже вроде бы все отображается я просто для того чтобы что-то устранить до какую-то неполадку надо понять а в чем ее причина вот я хочу понять в чем причина то есть это не отображается потому что но я не знаю с телефона смотрим либо с какого-то другого устройства виноват браузер что еще там может быть виновата виновата что он например вы их не у вас нету аккаунта на ютюбе вы просто смотрите как зритель я не знаю я не могу понять поэтому прошу вашей обратной связи то что вы мне помогли в этом вот надеюсь я буду услышана почему потому что тоже такая вещь неоднократно замечала хочу про нее сказать а я столько времени говорила о том что у меня была рождественская распродажа в которой абсолютно все мои курсы все мои услуги были за исключением консультации со скидкой в пятьдесят процентов хочу чихнуть вот и мне казалось я так много говорила уже про это надоедало был написан пост и как только так всегда бывает заканчивается распродажа всегда появится человек который говорит а вот я хочу приобрести этот курс и вот и я удивляюсь то есть но можно было со скидкой купить вот почему человек там не покупает например со скидкой не увидел да вот не увидел и это как раз очередное подтверждение того как работает наш мозг то есть если внутри нас нету какого-то конкретного запроса да то есть если нет потребности на что-то то информация которая существует во внешнем мире она нам не видна она есть и мы сегодня поговорим с вами про нет это будет следующий расклад до про пространство вариантов которые я буду записывать вот а как раз таки про то что когда мы говорим о том что мир он разнообразен и все абсолютно все что необходимо человеку есть в этом мире достаточно только это заметить иногда многие говорят ну что это не нереально так вот и до тех пор пока внутри нас не выработается то или иное качество да то есть до тех пор пока в нас не появятся те вибрации которые нам необходимы мы их не будем замечать во внешнем пространстве то есть еще расскажу я могу много раз например говорить о какой-то услуге да а у человека нет потребности на эту услугу он ее не будет замечать он даже не слышит об этом но потом наступает такой момент когда ему необходима эта услуга и он начинает искать где ее можно найти да и находит и оказывается что она была на видном месте и оказывается что уже столько времени она существовала вот это как раз таки как это сказать ремарочка для размышления да особенно для тех кто хочет создать для себя счастливые отношения да и задается вопросом почему не получается встретить того человека с которым казалось бы я могу очень гармонично развиваться да то есть ну вот моя душа будет именно в гармонии здесь возникает такой вопрос что велика вероятность что этой гармонии внутри вас нет и именно поэтому вы не замечаете до такого человека вы замечаете определенный тип мужчин если вы посмотрите да то есть что-то общее и вот это вот общее это есть внутри вас и для того чтобы получить то что мы хотим нам надо сначала вот то о чем говорят во всех писаниях очень многих книга вам надо в себе взрастить сначала это качество то есть чтобы вы сначала начали вибрировать на этих частотах и тогда в унисон да вы притянете то есть притяните по сути вы заметите это то что я говорю очень много раз если внутри вас ну вот к примеру опять таки тоже самое выражение известный до вор вора видят издалека почему потому что у него есть эти частоты у него есть вот эти вот вибрации и он и всегда будет замечать другом человеке другой человек наоборот если он позитивный а он всегда будет замечать что-то хорошее вокруг себя что-то позитивное люди которые нуждаются в страдания когда к примеру они всегда вокруг себя будут замечать в большей степени именно вот эти частоты люди которые с акцентированы да то есть по сути да то что я говорю что есть внутри нас это когда мы свое мышление держим именно акцент внимания на этом когда мы акцентируем очень много на своих болячка на своих болезнях и вот мы об этом думаем и казалось бы например человек хочет как-то выздороветь да и говорит о том что ну как так получается да я хочу выздороветь а я наоборот чем больше об этом думаю тем больше болею дело в том что мозг он совсем не воспринимает либо плюс или минус то есть для него это одинаково одинаковая важность почему потому что если посмотреть немножечко иначе когда мы хотим выздороветь мы по сути убегаем до от той проблемы которая есть у нас то есть от той болезни и до тех пор пока мы от чего-то убегаем это будет притягиваться к нам точно также когда мы зациклены наоборот на каких-то болезнях мы тоже направляем вектор внимания именно на болезнь не на здоровье поэтому когда мы говорим что я хочу что-то притянуть формулировка должна быть не на то как избегать чего-либо потому что избегание либо наоборот фокусировка в данном случае на болезни она будет притягивать болезнь если мы хотим быть здоровыми нам не надо что я не хочу болеть нам надо говорить и мыслить категориями позитива то есть то что я хочу быть здоровым я хочу быть счастливым вам не надо говорить о том что я не хочу чтобы у меня потом наизна избегать головных каких-то болей то здесь суть именно в принятии потому что на каждое действие есть свое противодействие И чем больше вы избегаете чего-то, то есть чем больше вы боитесь избегания, это по сути неприятие, то есть страх принять, тем больше вы это будете притягивать. И по сути кажется, что вот эти вот два понятия, они диаметрально противоположные, но если их рассмотреть, то в них одна и та же формулировка просто звучит по-другому немножко. Это я сейчас говорю вам к чему, потому что вы немножко задумались о том, какие мысли внутри вас аккумулируются. Просто когда все-таки канал мой, он направен на саморазвитие не с точки зрения только познавания мира, но в первую очередь мы познаем себя. Для того, чтобы познать себя, мы должны как минимум понимать, как мы устроены, то есть какими мыслями, хотя бы как минимум, повторяюсь, какие мысли нас одолевают и почему, какие потребности. То есть все мои расклады, они направлены на то, чтобы мы лучше себя узнали. Не для того, чтобы просто так как развлекательный момент посмотрел, а да, совпадает, не совпадает, откликается, не откликается, нет. А чтобы мы немножечко начали задумываться. Вот об этом хотела сказать. Итак, благодарю, конечно же, что вы остаетесь со мной за ваши комментарии, за ваши лайки. Недавно смотрела, не недавно, а некоторое время назад смотрела аналитику, откуда приходят люди и увидела, что есть, как это, когда пересылают, делятся роликами в Айбере, в Атсапе, то есть меня это и в других соцсетях. Меня это тоже очень удивило, вот, ну, почему меня что-то удивляет, потому что это нет внутри меня, вот. Ну, то есть я не мыслю такими категориями, поэтому меня удивляет, но очень приятно удивило. Итак, мы с вами сегодня смотрим расклад, да, что вы получите, выбрав новый путь развития, для развития, да. Скажу такую вещь, я понимаю, что иногда не всем интересно слушать вступления, но я стала делать достаточно редко вступления, вот, но хочется все же, чтобы люди не только слушали расклады, но, наверное, и вступления. Но здесь, опять-таки, не могу никого обязывать, но какая-то дополнительная информация, которую я даю в вступлениях, она к размышлению. И в одном из раскладов я говорила о том, что в большей части своей мы опираемся на наш ум. Наш ум — это такая достаточно структурная система, которая оперирует теми знаниями и данными, которыми владеет на данный момент. Если на данный момент нет необходимого для вас в плане развития опыта, то получить его, по сути, нереально. То есть, если мы будем полагаться исключительно на наш ум, если мы хотим что-то новое родить, если мы хотим что-то новое создать, для этого нам надо опираться на другие параметры. В данном случае на состояние нашей души, на интуицию, на наше бессознательное. Потому что ум не сможет вам породить что-то новое. Он сможет из старого опыта воссоздать нечто новое, но это не будет кардинально новым. Это будут старые песни на новый лад. Вот это вот про это. Почему я это сейчас упомянула? Потому что тема расклада, что вы получите, выбрав новый путь развития. Вот под словом новый, если мы хотим действительно кардинально новый опыт, не такой, какой у нас был ранее, то мы должны больше опираться, скорее всего, на нашу интуицию, как я уже сказала, на наше бессознательное, на нашу душу, на состояние нашей души. Но ни в коем случае не на наш разум, не на наш ум. Что я имею в виду? Не надо головой придумывать, надо исходить из состояния души. Вот то, что я делаю, какой отклик в душе у меня есть. Вот. То есть душа вам, по сути, должна подсказать путь развития. Вот об этом мы с вами сегодня будем смотреть. Я надеюсь, позиции для себя вы выбрали. Тайм-коды тоже есть. Опять-таки, комментариям тех новых подписчиков, которые не знают и оставляют тайм-коды. Опять-таки, если нет у этих людей опыта, навыка того, что создатели роликов создают тайм-коды, и иногда создают, если это интервью, вопросы тоже с тайм-кодами. Если такого опыта нет, то всегда будут писать, что вторая позиция, такой тайм-код. Первая позиция, такой тайм-код. К чему я это? К тому, что у меня на канале в роликах, это мое обращение к тем, кто не в курсе, есть тайм-коды под роликом. Ну, либо на сам ролик, там, где воспроизводится ролик, есть вот эта вот основная линия. Если наведете на нее курсор, там будут отмечены главы, да, как они называют, там первая позиция, вторая, третья. Так тоже проще перебрасываться и попадать на нужную вам позицию. Так, много сказала. Иногда не люблю много говорить, но, с другой стороны, вот без этой подводки, и опять же, она же не ко всем роликам идет. Что-то я заморачиваюсь. Ладно, фиксим. Первая позиция. Мы с вами приступаем. Что, какой путь вам нужно выбрать для вашего развития, если вы этого хотите действительно? Какой путь, на что вам нужно обратить внимание? Действительно новый путь, потому что выпадает колесо фортуны. Путь, который поможет вам выйти из цикличности, из каких-то либо повторов. Вот как раз-таки здесь, в тему того, что я говорила в подводке, про разум. То есть разум, он ум, он выбирает известные ему программы, известная ему информация на основе прошлого опыта. Он ее выдает как наилучший вариант из тех, которые ему известны. Но в пространстве вариантов всегда есть и те варианты, которые, возможно, человеку неизвестны, он их ранее не использовал. И они могут быть для него идеальным, но он о них не знает. Так вот, какой путь вам нужно? Хочется сказать, что вот вам нужно выйти из колеса фортуны, из колеса сансары. Из колеса именно структуры, в которой вы сейчас находитесь. Возможно, сейчас буду говорить сложные какие-то вещи. В идеале я бы порекомендовала, если вы не знакомы, почитать книгу Зеланда «Трансерфик реальности». Именно первую ступень. Книга такая достаточно специфическая, и не все ее могут почитать, потому что она сложная немножко в терминологии, так как он использует и опирается, по крайней мере, в первых главах на физику. И люди любят более проще формат повествования, ну то есть не любят заморачиваться. Но если действительно все-таки вникнуть в суть, то он полностью описывает ту систему, ту структуру, как устроено наше мышление. Не как устроен мир, а как устроено наше мышление. И если вам будет интересна именно первая ступень, почитайте, вы найдете, возможно, для себя ответ на вопрос, как можно выйти из привычной системы, системы мышления, в которой мы находимся. Если все же нет, то речь здесь идет о том, что вам для того, чтобы пойти в новый путь развития, вам не нужно входить, как вот заезженная пластинка, в одни и те же сценарии, которые вы уже проработали, в которых вы уже побывали как минимум. То есть здесь ощущение того, что у вас есть уже определенный опыт в каких-то сферах, в которых вы уже получили необходимый вам опыт. И если вы войдете заново в эту цикличность, то есть ничего нового вам это не принесет, это будет просто, так скажем, повторение мать учения. Что такого нового, полезного я здесь не вижу, чтобы у вас было. Поэтому вам нужно выйти из каких-то повторов. Что еще? Возможно, эти повторы, они связаны как-то с тем, что вы зацикливаетесь на десятке кубков. То есть для кого-то это может быть очень сильное желание получения счастья, либо наполненности, либо именно семейного счастья. Возможно, зацикленность на каком-то партнерстве, на каком-то союзе, тандеме. То есть вот здесь, скорее всего, повторность, она может касаться либо личной жизни, либо именно вашего эмоционального фона. То есть ваше стремление, знаете, вот это желание, я хочу, я хочу быть счастливым, я хочу получить, то есть какое-то вот такое очень важное, значимое для вас состояние, к которому вы стремитесь. И здесь оно может иногда проходить, либо доходить до некой такой одержимости. То есть я это получу любым путем. То есть чем больше, опять-таки, мы зачем-то гонимся, мы хотим это получить, то есть мы придаем этому слишком большую важность, слишком большую значимость. То есть чем больше мы это делаем, тем больше велика вероятность, что нас будет отбрасывать назад от этого желания. То есть мы его не получим. И вот к этому, да, здесь, опять-таки, я обозначила те сферы, в которые я чувствую интуитивно, что идет. Но у вас они могут быть в каком-то другом направлении. Но однозначно для вас цель – это ваше внутреннее состояние, наполненности, счастья, удачи, вот такого позитивного. Причем не просто фоново, а вот какая-то чрезмерная энергия, такая вот слишком, ну слишком большая, слишком емкая, которой вы, по сути, на самом деле, на данный момент еще не готовы. И вот такое ощущение, что, возможно, вся ваша жизнь предыдущая, она склонялась к тому, что я хочу это получить. Чем больше вы это хотели получить в разной степени важности, да, но однозначно вот есть одна какая-то сфера у вас, достаточно ярко выраженная, да, то есть на которую вы делаете ставку, на которую вы как будто бы больше делаете акцент. И чем больше вы хотите это получить, тем меньшей степени вы это получаете. И здесь речь идет как раз таки о том, что вот вам нужно выйти из колеса вот этих вот повторных ваших сценариев в этой сфере. То есть так как вы двигались и стремились к этой цели, так больше делать не надо. Не потому что здесь цель такая, скажем, ну недостижимая, да, либо там нереальная, нет. А здесь скорее всего подход к тому, что вы хотели, он был неверный. И вы это не осознавали, то есть вы как будто бы прикладывали усилия, вы по-разному пробовали, разные способы, может быть там, я не знаю, что-то изучали. Мы проходили разные тренинги и над собой работали, и себя прокачивали, и говорили, что я уже все, все, что можно было сделать, я уже сделал, но я почему-то не получаю. То есть и так попробовала негативно, и позитивно, но вот я не получаю того, что я хочу. Так вот причина здесь заключается не в способе только достижения, а именно в некой такой, знаете, одержимости, в которой вот, знаете, как в кулак схватили вот это вот свое желание, да, и говорите, вот я его хочу, я его хочу удержать. И оно как песок утекает у вас из рук, то есть чем больше вы хотите это получить, тем меньше вы это получаете. И здесь вам нужно выбрать другой путь, другой способ достижения вот именно вот этого своего желания. И давайте мы посмотрим, да, то есть что это за путь, я уже сказала, вот именно путь к достижению пикового состояния наслаждением. Это может касаться, например, жизни, я хочу жить и наслаждаться этой жизнью по полной. То есть это не только личная сфера может быть, ну, чего угодно, главное состояние. Вот, но вы это как не получали, да. Для чего? Что для этого нужно сделать? Вот какой способ все-таки нужно выбрать для того, чтобы вы пришли именно к десятке кубков, к тому, что вы хотите, к тому, что вы желаете. Что вам для этого нужно сделать? Аркан справедливости, по-моему, недавно выходил уже на какой-то из раскладов, и я говорила здесь как раз-таки о том, что вам нужно перестать качаться на качелях дуальности. Да, то есть перестать, что такое качели дуальности? Это когда нас бросает либо в позитив, а потом через какое-то время нас бросает в негатив. И здесь что происходит? Такой очень интересный момент, то есть когда мы, есть золотая середина, когда мы отклоняемся в одну сторону, да, пускай это будет даже и позитивно. Всегда есть уравновешивающие силы, да, по аркану справедливости, сила справедливости, которая должна привести нас в баланс. То есть когда слишком жарко, к примеру, да, для того, чтобы наше тело пришло в баланс, нам нужно охладиться. Чем больше на улице становится жары, тем больше у нас есть потребность, там, я не знаю, включить кондиционер на минусовую какую-то температуру по сравнению с внешним, да, чтобы мы пришли в баланс, чтобы мы пришли в равновесие. Так вот здесь как раз-таки речь идет о том, что вот вы на этом пути рассматриваете достижение именно вот наполненности, да, вот этого состояния успеха, счастья, получения того, что вы хотите, своего желания, через призму плюса и минуса. То есть что есть хорошо, что есть плохо. Здесь же аркан справедливости говорит о том, что если вы поймете, как устроены вот эти вот силы выравнивания, да, то вы придете к состоянию того, что вот вам больше нужно будет придерживаться золотой середины. То есть на самом деле вот это счастье, оно не находится не в плюсе, оно не находится не в минусе. Оно находится где-то вот в золотой середине. То есть нам привыкли все время говорить, что в мире существуют две силы. Это сила активная и пассивная, либо это плюс и минус. Но существует еще и третья сила. Это сила уравновешивающая. То есть та, которая уравновешивает и содержит баланс. Потому что если бы не было баланса, да, мы бы не смогли жить в этом мире. Потому что, ну, всегда была какая-то бы борьба между одной силой и другой, кто победит. Но вот все равно должен быть какой-то баланс. Так вот, вот эта вот третья сила, иначе сила равновесия, либо баланса, либо выравнивания, она как раз-таки и заключена вот в аркане справедливости. Почему? Потому что здесь главная героиня, да, которая изображена в аркане справедливости, она в одной руке держит меч, да. То есть это наша логика, это наш ум, это холодный рассудок. С другой стороны, весы, на которых, как правило, изображено сердце. То есть это состояние нашей души. И суть этого аркана говорит о том, что для того, чтобы принять правильное решение, ты не должна только опираться на свой ум, либо не должна, либо не должен опираться только на свое сердце, на свою душу, на свою интуицию. Должен быть баланс, должна быть вот эта вот уравновешенная сила. И того, и другого. То есть все нужно взвесить, как на основе разума, так и прислушиваться к своей интуиции, только тогда принимать конечное решение. Так вот, здесь новый путь говорит вам о том, что вы достигли такого уровня развития, когда вы, вам уже нужно выходить из дуальности. Колесо фортуны, как раз-таки то, что я говорила, выходить из колеса сансарта, смотреть на ситуацию более емко, более объемно, не только с двух сторон, с плюса и минуса, да, а вот именно состояние равновесия, да, то есть любая ситуация, любое, не знаю, любой человек, то есть все, что нас окружает, по сути, оно имеет нейтральный заряд. И только отношение человека, либо к ситуации, либо к другому человеку, заряжает эту ситуацию либо в плюс, либо в минус. И вот своим отношением, то есть когда вы реагируете либо в позитиве, либо в негативе, в идеале здесь вам говорится о том, что по аркану справедливости, если вы действительно хотите получить то, что вы хотите, и достигнуть действительно нового пути развития в своем сознании, вы должны перестать оценивать ситуацию, какая бы она ни была, в плюсе, либо в минусе. То есть по сути ее не надо оценивать, нужно быть наблюдателем, то есть не нужно включаться эмоционально на 100%. Я не говорю сейчас внимательно меня услышать, я не говорю о том, что вы должны быть безэмоциональны, ни в коем случае. Я просто говорю, что вы не должны придавать такую важность и значимость именно тому, что вы хотите. То есть вы должны быть готовы к тому, что окей, велика вероятность, что я это и не получу. Да, я хочу, вот у вас есть свое желание, да, я хочу этого, да, я буду прикладывать те усилия, которые считаю правильным, верным на данному пути. Но если я это не получу, то окей, не получу, буду заниматься чем-то другим. То есть по сути вы не отказываетесь, но вы не придаете такое значение. Не знаю, какой бы пример вам привести, чтобы вам было понятно в каждодневной жизни. Не знаю, если вы, например, не любите фильмы ужасов, когда кто-то их смотрит, опять-таки слово «не любят» неверное, когда вам безразлично. Смотрят люди фильмы ужасов или нет? Ну, смотрят и смотрят, то есть, ну, фиолетово, то, что мы говорим. То, по сути, вы и находитесь вот в этом нейтральном состоянии. Если вы в предвкушении, вы очень любите, и вышел какой-то новый фильм, и вот вы в предвкушении, и хотите купить билеты, попасть на премьеру, здесь уже ваше отношение к этой ситуации, оно уже заряжено. Но пускай в плюсе, потому что вам это нравится, вас туда тянет. И всегда будет вот это вот в той степени, насколько вы включены в плюсе, будет выравнивающая сила, которая вас будет отводить назад. То есть очень часто получается так, что вот я ожидаю, я прям горю этим, потому что посмотрел фильм и разочаровался. Почему? Потому что пришла вот эта вот выравнивающая сила, да, и отвела вас как раз-таки на тот же градус, над которым вы отклонились от золотой середины, в другую сторону. Что можно было сделать в идеале? Да, мне нравится фильм ужаса, ну окей, вышел-вышел, да, пойду посмотрю. Все, вы совершаете, да, нравился, да, хорошо. Хорошо, как время привела? Да, хорошо. Очередной хороший фильм, да, либо там, не знаю, очередной шедевр. Но не быть зацикленным, вот я не знаю, одержимым, да, в некоторой степени. Вот здесь вот речь идет про это, то есть вам для достижения вашего желания как раз-таки нужно быть вот как в Аркане Справедливости. Ну то есть такой достаточно мощной энергии, но при этом понимать вот эти вот законы, да, что всегда есть выравнивающая сила. И помнить о ней, безусловно, на мир мы смотрим нейтрально, но если все-таки надо что-то выбирать, то мы все-таки выбираем больше позитивное какое-то свое намерение, нежели негативное. Здесь дело в том, что это забирает ваши ресурсы, и то, и другое забирает, это эмоции, забирает ваша энергия. Но велика вероятность, чем больше вы находитесь в позитиве, тем больше вы эти вибрации притягиваете. Чем больше вы находитесь в негативе, тем больше вы притягиваете негативные вибрации. Если все-таки выбирать, что лучше, то, конечно же, позитив будет преобладать. Поэтому вам подытожив и скажу, что для того, чтобы выбрать абсолютно новый, еще раз скажу, новый путь развития, не тот, который был у вас ранее на основе вашего прошлого опыта, а того, тот опыт, который вы ранее никогда не проживали. Вот вам нужно научиться замечать эти силы выравнивания и в большей степени, я бы сказала, опираться на состояние вашей души, не на ум, я имею в виду в плане выбора и построения новых каких-то примеров. То есть то, что идет из состояния вашей души, то, что имеет отклик внутри вас. То есть правильно меня услышите, пожалуйста, я не говорю о том, что мы исключаем ум. Нет, у ума есть свои какие-то определенные задачи. Но если мы говорим про развитие, то ум в данном случае будет очень хорошим исполнителем. Не хозяином, а исполнителем. Так, немножко философски получился здесь момент, но первую позицию у меня люди такие достаточно... Два великих аркана выпало, да? Люди такие достаточно древние души, как я уже говорю, многие повидавшие, много уже изучавшие в большей степени, это те люди, которые выбирают действительно свой внутренний какой-то отклик. То есть у вас есть своя внутренняя концепция, которую вы создали самостоятельно. Не к тому, что вы прислушиваетесь к кому-то, либо к чему-то, а вот именно здесь идет прислушивание к себе. Если это совпадает с тем, что я сказала, то вы абсолютно на верном пути. Так, смотрим двоечек, позиция номер два, красненький камешек. Что за путь вам нужно выбрать? Если не слушали начало вступления, да, послушайте, пожалуйста, чтобы я уже не повторялась, но там есть очень важная информация, чтобы вы понимали, что значит новый путь в моей интерпретации. Что вам нужно... Что за путь? Что за путь? Куда же без аркана влюбленные? Знаете, здесь как будто бы... Вот хочется сказать, что если вы слушали первую позицию, может показаться, что это как будто бы про одно и то же, но здесь абсолютно другие энергии. Здесь тоже речь идет про выбор, но здесь немножечко про другой выбор. Здесь вам нужно выбрать путь, я бы так сказала, в большей степени уверенности в себе. То есть не когда этот выбор идет, там, не знаю, каким путем мне пойти, либо там переезжать, не переезжать, а здесь как будто бы нужно придерживаться вот запланированному вашему пути. То есть вам нужно научиться не сомневаться, так мне хочется сказать, не сомневаться в своем выборе. Вот вы сделали выбор, все, потом, чтобы вы его не перевыбирали. Потому что Паша Мечей, он говорит о том, что вы как будто бы здесь познаете мир через логику, через мышление. Но это какой-то начинающий, новый опыт для вас. И поскольку вы еще не совсем оперируете какими-то своими словами, то есть не умеете использовать, может быть, подбирать правильно, верно слова. В том числе ваш этап развития, именно интеллектуальный, он находится как будто бы на начальном только уровне. И здесь велика вероятность, что по аркану влюбленного у вас хорошо развита интуиция, то есть интуитивно вы можете выбирать. Но вот как будто бы ментально, то есть это вот как-то обосновывать для себя, вы еще не можете. И когда появляются, возможно, люди, которые каким-то образом влияют на вас, вы меняете свой выбранный путь. То есть они имеют на вас давление, влияние, рычаги, возможно, влияние, манипуляции. И внутри вас у вас есть понимание, куда вам нужно двигаться. Но появляются вот люди, папажу мечей, которые, не знаю, могут говорить в ваш адрес какие-то колкие слова. Причем, возможно, это и правда является, да, то есть не всегда это какой-то обман либо хитрость. Но это вот настолько влияет на вас, что вы меняете свой вектор направления. И вот как будто бы уходите от нужного вам пути. Здесь речь идет о том, что вот вам нужно научиться идти в соответствии с тем, что выбираете вы. Опять же, не на основе логики, а на основе, вот здесь даже я не могу сказать, что это интуиция, у вас есть какой-то свой. Я неоднократно говорила, это двойка. У вас есть какой-то свой путь. Это третий путь. Это не на основе интуиции, либо на основе ума. А здесь какой-то другой путь. То есть если это даже выбор ума, он не будет основываться на причинно-следственных связях. А он будет как-то, здесь какой-то микс иррациональный. Не знаю, может быть для принятия решения, вот вы выходите на улицу и смотрите. Черная кошка перешла, все, я туда не пойду. То есть казалось бы, это вот и не интуитивное, в то же время и неразумное, да. То есть предубеждения, либо там, я не знаю, какие-то приметы, да, они не имеют по сути под собой логики. Они имеют нечто другое, да, какую-то подоплеку. Вот вы как будто бы на это опираетесь. Либо там, я не знаю, вышли на улицу, посмотрели, там, наступили, например, на фрекалии собак, да. Вот это примета к деньгам, значит, я пойду, значит, эта работа будет такая хорошая, можно заключить сделку. То есть здесь вот что-то такое, какой-то свой путь вы выбираете для дальнейшего развития. И он, по сути, верный. Здесь важно по пажу мечей, чтобы вы не были, знаете, как-то флюгер, да. Вот куда ветер подует, туда я иду. Почему? Потому что здесь ощущение того, что у вас есть внутренний стержень, но вы как будто бы на него не опираетесь. То есть вам почему-то кажется, что, может быть, он не совсем верный, может быть, не знаю, что-то не так. Вот вы иногда считаете, что вот с вами что-то не так. Что еще это за путь? Вот новый путь развития, он должен идти по солнышку, да. То есть вот эта вот уверенность, да, с одной стороны, уверенность в себе. С другой стороны, это путь красоты. Это путь какой-то вот внутренней именно красоты. Не внешней, а внутренней. Это путь наполненности, то, что делает вас в первую очередь счастливой. То есть вот вы как-то должны выбирать на основе того отклика внутри себя, то, что делает вас, не знаю, то, что вас наполняет. Это не какая-то такая, знаете, радость очень яркая, да, как вот прям, а, счастье, глаза горят, прыгаешь от удовольствия, нет. А здесь вот такое, знаете, какое-то внутреннее состояние ликования. Вот вы сделали выбор, и внутри вас душа ликует. Такое ощущение, что вот она говорит, ура, да, наконец-таки, ты меня услышал. Вы это чувствуете. Вам нужно придерживаться вот этого пути. Поскольку мы говорим про развитие, здесь не важно конкретно, что вы будете, в чем вы будете развиваться. То есть здесь не важно сфера. Здесь важно, главное, чтобы вы научились слышать вот этот вот ваш внутренний голос, слышать вот это вот внутреннее ликование. Потому что оно вроде бы как-то, знаете, как зажгется. И вы, да, да, иногда это бывает очень ярко, вы это ощущаете, говорите, что да, я понял, все, я приму это. Но стоит как-то вот измениться обстановке, да, либо появиться в вашем пространстве к какому-то другому человеку, как вы начинаете сомневаться. Причем сомневаться не столь в выборе, а в себе, а действительно ли я это услышал. То есть, знаете, как будто вы, вот мне идет такое выражение, да, как бред шизофреника. Может быть, вы думаете, а, может быть, у меня какое-то отклонение. Ну, не может такое быть. То есть здесь идет сомнение в себе. Вот вам нужно выбрать путь как раз-таки по солнцу. Да, вы слышите этот отклик, когда вы чувствуете, кроме того, что это все время в позитив, и вы чувствуете вот это вот тепло, разливающееся внутри вас. Вот что бы вы ни делали, если есть вот этот отклик, да, который разливается, прямо, знаете, согревает, вот не идет вот эта вот теплота именно в области четвертой чакры, не третьей, да, солнечного сплетения, казалось бы, да, соответствующей солнцу, а именно вот в сердце, в сердечной чакре, знаете, вот прям хорошо, когда ощущение, что вот это мне знакомо, это что-то такое родственное, это, причем это может быть даже невзирая на какие-то моменты, особенно если это касается людей, да, иногда вам могут говорить, ну вот ты как будто пострадаешь и мучаешься с этим человеком, уже брось его. А вам душа, душа ваша говорит, что вот только с этим человеком я чувствую внутри какую-то радость. Да, это сложно может быть во внешнем мире, в коммуникации, то есть есть недопонимания, либо какие-то трудности, сложности, но моя душа, она как будто бы узнает душу вот этого человека, да, то есть идет вот это ликование, и вы идете в эту сторону, да, то есть не слушая других людей, потому что наш мир, вот именно в вашем случае, хочется сказать, он не совсем устроен так, как его понимает, ну, я не знаю, наверное, большая масса людей, то есть они как-то вот идут из какой-то определенной матрицы, да, которая звучит на их вибрациях. У вас какая-то своя система, да, хочется сказать, какой-то свой эгрегор энергетический, который ведет вас вот немножко другим путем. Например, там путем родственных душ, да, либо там, не знаю, путем близнецовых, поломенных и так далее. То есть здесь вот все, что вы делаете, путь вашего развития, он должен идти от сердца. Безусловно, много раз вы про это слышали, да, когда говорят, выбирайте сердцем, но не всегда понятно, как это выбирать сердцем, а вот потом ум показывает, что это был неверный путь. Не всегда так, что даже то, что нам говорит ум, что это неверный путь, душа, она делает отклик, она говорит, как бы так сказать, не всегда то, что кажется как отрицательное, оно таковым является, да. Иногда вот эта вот, как она это называется, декорация, которая нас окружает, в том числе и людей, они могут казаться негативным аспектом, то есть одевать какие-то негативные маски, но в данном случае они являются для нас учителями. И вот задача научиться слышать вот этот вот какой-то божественный свет, не знаю, божественный, здесь даже не про голос, здесь вот про свет, здесь даже что-то такое кинестетическое, я не могу сказать, что это звук. Если это звук, то это вот какой-то очень тихий, здесь что-то такое серебряное мне идет, я не могу понять, знаете, как серебряная какая-то нить, что-то такое вот, как серебряная паутина, что-то такое мне показывает, что вот это вот, не знаю, может быть звездный какой-то порошок, что-то должно быть внутри вас, у вас свой путь, и вот этим путем вы должны идти, вы должны определиться, и вы не должны отклоняться от него, потому что будет провокация, то, что я уже говорила, да, по пажу мечей, будут люди, которые будут вам говорить что-то, но это в их картине мира, верно, в вашей картине мира и восприятия этого мира, все будет абсолютно по-другому, вы должны слушать себя, то есть то, во что верите вы, вы это создаете, если ваше видение мира противоположно видению мира другого человека, это не значит, что вы должны отказываться от себя, то, во что вы верите, не то, что вы говорите, не то, что вы думаете, не то, что вы видите, а именно то, во что вы верите, на это нужно опираться у веры очень огромная сила вам нужно идти согласие со своей верой в принципе у меня такое ощущение что вы это и так знаете но вот вам как будто бы нужно было это услышать как подтверждение что вам для этого нужно сделать для того чтобы идти этим путем двойка кубков любить любить и видеть эту с мечей выпадает на то есть стихия воздуха и стихия воды по сути они не дружеские да не дружелюбные между собой вот но здесь я могу сказать что либо вам нужно получать информацию откуда в это из источника да вот такое вот какое-то информационное поле который вам будет постоянно передавать информацию как напоминание то есть вам нужно как будто бы помнить с одной стороны а с другой стороны туз мечей говорит о принятии решения вам нужно быть более решительным вот то что я говорила ранее да они поддаваться влиянию и каким-то провокациям вот это вот ваш путь то есть научиться в первую очередь распознавать его внутри себя да а второе когда вы уже вот это вот ликование но вас очень быстро сходит вы его вроде бы знаете вы его узнаете да происходит узнавание но вы как будто бы очень быстро от него отказываетесь потому что есть вот это вот внешнее влияние и такое ощущение что вот вокруг вас очень много людей которые умеют убеждать которые умеют не то чтобы вами манипулировать находить такие подходящие верные слова которые бы изменяли ваше решение и вот вам по тузу мечей говорится о том что вам это делать не нужно вам не нужно из меня это вот гнать как будто бы своего рода предательство только предательство по отношению к самому себе происходит у вас и во внешнем мире возможно вы очень часто сталкиваетесь предательство то есть не только по отношению к вам вообще вы замечаете это потому что внутри вас живет вот это вот предательство вы сами себя предаете именно вот в этом аспекте и что вам нужно сделать вам нужно быть как можно чаще в двойке кубков в гармонии с самим собой вам нужно научиться входить в это состояние и как можно дольше в нем проживать здесь я не могу сказать практике у каждого они будут свои но двойка кубков она должна жить внутри вас вы должны периодически себе напоминать вот вот как раз таки у да по тузу мечей здесь он играет вот это вот роль исполнителя который будет вам напоминать о том что ты ушла либо ушел сейчас о двойке кубков вернись вам очень часто нужно будет себе напоминать и делать какие-то практики которые выберете для себя который будет держать вас даже не держать перемещать фокус вашего внимания на гармонию на вот сердечную чакру то есть вы должны быть все время на связи хочется сказать даже когда вы выходите в мир когда вы общаетесь с людьми вы должны быть на связи со своим сердцем здесь я не знаю как это объяснить то есть не переключать фокус внимания на внешний мир а быть смотреть на этот мир через призму все время своего внутреннего взора до своего внутреннего как это у платона есть демон но не в плане искаженного понимания религиозного который сейчас использую да как какая-то негативная сущность а именно в плане опять-таки с точки зрения религии это ангел-хранитель то есть это сущность высокого порядка светлая знающая которая сопровождает вас на протяжении всей вашей жизни которая вам подсказывает которая вам дает ответы ну то есть это еще можно сказать как не знаю как наше высшее я вот только даже не выше я а скорее всего проводник между высшим я и низшим я вот вам нужно найти вот эту вот связь здесь вопрос не в том как это обозначается да а в самой сути найдите и вот вы должны быть все время на связи с этим вот такая у была вторая позиция так не забывайте писать свои комментарии насколько насколько мои расклады вот у меня последнее время особенно после операции такое ощущение что мои расклады изменились я стала говорить немножко по-другому может быть тема такая же но вот ощущение того что информацию которую я провожу через себя она стала немножко другого порядка может быть не совсем практичная да с точки зрения применения то есть вот это не конкретные действия до сделал вот это вот это вот это она как будто бы дает не знаю какое-то общее направление вектор да на что вам нужно ориентироваться как как будто бы какая-то карта местности но при этом не говоря о знаках обозначенных на этой карте что они значат вот ваша как будто бы задача найти самостоятельно что означает каждые знаки на этой карты карте которые я даю и идти по этому пути то есть карта то в принципе все зависит от того кто ее читает до путеводительная карты я имею ввиду то есть если ты понимаешь а знаки на этой карте которые обозначают что-то да тогда вам проще будет ориентироваться если вы не владеете вот этого знаковой системы тогда вам будет сложно но вот по сути как будто вам не такая задача дать вам только карту не объяснять знаки как-то так пошло может быть это важно для вас позиция номер три зеленый камешек троечки смотрим да что вы получите выбрав новый путь развития в начале расклада в подкасте я говорила что значит новый путь моей точки зрения и вот послушайте пожалуйста а мы смотрим что это за 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 путь что это за путь шестерка мечей говорит о как раз таки о новом пути но это новый путь будет вашим ментальным каком-то сознание потому что шестерка мечей это аркан который говорит про выравнивание про удовлетворение тем что вы получили на уровне ментала но чтобы пойти в новое в этой лодке в которой плывет девочка женщина с ребенком и паромщик или лодочник ее перевозят на противоположный берег надо отказаться от тех установок от тех принципов которые символизируются вот этими шестью мечами то есть для того чтобы пойти в новое вам нужно отказаться от каких-то ваших убеждений возможно каких-то мыслей те во что вы верите и это как раз ки работа на уровне ментала с этим связано что еще за путь да причем вы аркан стойкости неоднократно выпадает на третью позицию говорится о том что на этом пути вам придется преодолеть какие-то страхи здесь эти страхи они у вас бессознательны вы их не осознаете чтобы вам пойти в новый путь развития вам нужно в первую очередь распознать вот эти вот страхи которые создают те или иные убеждения то есть те то чего вы должны отказаться в своей голове от своих мыслей они у вас проистекает будто бы от каких-то страхов эти страхи у вас бессознательны вы их не всегда замечаете вы их не всегда понимаете вы их не всегда знаете и здесь вот работа она как раз таки говорит о том что вы как будто бы должны не убегать от этих страхов а знаете как будто бы их рассмотреть у меня такое ощущение что вот вы что-то берете в руку и начинаете рассматривать причем со всех сторон и когда вы рассмотрите этот страх он по сути вы его укращаете каким образом потому что вы проливаете на него свет страх это это неизвестность да потому что когда мы что-то знаем когда нам что-то известно понятно мы знаем как действовать страхи по сути чего мы боимся когда мы не знаем это вот что-то такое непредсказуемое это что-то такое темное в полном отсутствие какая-то какой-то мрак полном отсутствие света то есть нету знания мы боимся того чего мы не знаем когда мы знаем мы знаем как реагировать вот здесь речь идет о том что все ваши мысли которые вам мешают вашем развитии они связаны с незнанием по словам знания я не подразумеваю информацию по словам знания я подразумеваю что-то такое не просто информация где-то услышана а это то что пропускается через себя делается опытом и на основе этого к вам приходит осознание потому что вы это попробовали вы это вот попробовали это и есть рассмотреть вот этот страх пролить на него свет вы попробовали у вас появилась вот это знание то есть знание не на уровне интеллекта как получение какой-то информации а более глубокой через проживание этой информации не на тонком плане на уровне ментала а на физике когда вы это сделаете своим опытом то есть элементарно чтобы было понятно вы идете на какой-то тренинг и вам говорят не знаю сделайте упражнение там фокус внимания да вам нужно сфокусироваться на свече и раз тоже действить свое свой взгляд например вроде бы теоретически вам понятно вам объясняют а как это нужно сделать на что нужно фокусироваться что произойдет и вам кажется что это понятно да и вы это сможете сделать до тех пор пока вы это не сделаете практику из этого причем не разовую практику да а многократную до тех пор пока у вас не будет вот это вот многоповторка также как физических нагрузках да то есть недостаточно если мы хотим создать свое красивое тело а либо накачать ягодицы но недостаточно там сделать приседание там десять раз да надо обязательно использовать тяжелые веса и так далее и это делать многократно и на протяжении какого-то долгого времени то есть ягодица она не накачается просто тогда эта мышца вот надо понимать как она работает как устроен весь процесс и что повлияет на рост этой мышечной массы до данном случае ягодицы то есть надо повторять много раз вот здесь вот примерно то же самое здесь получается так что у вас много знаний на уровне ментала и очень мало знаний которые вы сделали своим собственным опытом то есть не просто попробовать а когда мы повторяем что-то и пробуем эту информацию которую мы получили мы понимаем что работает и что нет и вот это работает или нет это индивидуально то есть у кого-то это будет работать а кого-то нет потому что каждый устроен по-своему у него есть свои какие-то особенности свои какие-то нюансы и здесь вам говорится что ту информацию которую вы получаете на своем пути вам нужно отказаться от страхов да тоже скажу не избегая их как вы это делаете до отказываясь от них избегая а как разки с точки зрения опыта проливая свет на это то есть вот то чего вы боитесь вам нужно это узнать то есть ну не знаю есть какой-то например страшный человек мужчина прям такой внешнего может быть страшный я не знаю лицо него может быть изрезанное и вот создается впечатление такого бандита вы его боитесь причем что у него такой знаете он еще и высокий у него такой вес достаточно впечатлительный и каждый человек когда появляется человек в вашем пространстве вы боитесь вам хочется уйти но вот если вы останетесь и поговорите с этим человеком узнаете его получше возможно вы узнаете что примеру да как вариант что этого человека была какая-то операция его лицо исказилось что на самом деле он просто родился высоким человеком и ему нравится спортом занимается то есть как компенсация того что он на лицо некрасив он компенсирует через занятия спортом и тем самым он получает еще больше объем и вот это вот внушаемая фигура то что создавала первично вот этот вот страх и хотелось убежать поговорив с этим человеком возможно вы поймете что ну не так страшен черт да как его малю и что на самом деле есть какие-то причины и он может быть стать действительно таким милым человеком очень обаятельным и харизматичным когда вы это узнаете вспоминайте сколько раз было в вашей жизни вот здесь вот примерно то же самое ваш новый путь говорит о том что независимо от того какая это сфера я сегодня почти ни в каком раскладе кроме первого не говорила о какой сфере это касается до развития сколько вы должны избегать вот этих ваших предубеждений здесь очень много каких-то установок которые мешают вам пойти в это новое почему потому что вы знаете вот допустим вам что-то предлагает а вы сразу отказываетесь вы говорите я это уже знаю я это проходила да возможно вы это проходили и возможно вы это знаете но вы это знаете когда вы изучали там я не знаю год назад шесть месяцев назад за это время вы изменились вы стали другим человеком ваше возможное мышление изменилось но вы как-то вот что-то единожды попробовали узнали и вы за это зацепились и сделали своим опытом и все и идете с этим флагом по жизни а вам говорят выше уже изменились попробуй посмотри может быть ты в этом увидишь что-то другое какой-то другой ракурс какой-то ну что-то дополняющих да новое но здесь у вас возникает страх того что если я буду это заново изучать возможно изменится моя жизнь да то есть мы просто разговариваем про очень глубокие глубины бессознательные страх то что-то изменится либо я что-то должна буду сделать по-другому а а а мне менять ничего не хочется потому что я вот так вот мне комфортно так привычно я привыкла с этим убеждением что я не знаю что вот этот вот мужчина да с ним вообще не надо совершать ну как-то взаимодействовать вот он страшно все мне так удобно комфортно окей я этого буду придерживаться вот здесь речь идет про это что если вы хотите выбрать новый путь вам нужно как то хочется пересматривать периодически то во что вы верите потому что то во что вы верите она имеет источник из вашего прошлого а прошлое уже прошло уже другой человек но вы как будто бы не знаю не обращайте на это внимание не продаете этому внимание и вот возможно ваши детские какие-то верования во что-то они существуют и по сей день там я не знаю мама говорила не не разговаривая с чужим дядей и тетей да это вот там опасно и вот у вас вот это вот какая-то установка она есть вы уже конечно же понимаете да что не все взрослые люди опасны что и с незнакомыми можно говорить но вот первично когда вы только идете есть вот это вот когда волнение какое-то да какое-то напряжение как опасность как какой-то сигнал и но вы на это не обращаете внимание то есть внутри вас происходят какие-то процессы а вы на них не обращаете внимание потому что вы так привыкли и эти процессы как раз таки они и просят каких-то изменений вот о новом пути о котором мы говорили ну как раз таки про это что вы можете пойти в новый опыт абсолютно новый который вы ранее не использовали вы можете что-то сделать по-другому но вам нужно для того чтобы это новое увидеть вам нужно отказаться от этого старого то есть убрать вот это вот значимость важность которая была ранее вложена в те или иные мысли ваши взгляды я не говорю о том что вам нужно отказаться от вашего мировоззрения я лишь говорю о том что нужно пересматривать вот вашем случае надо периодически пересматривать то во что вы верите потому что есть новая информация вот кто выбрал тройки всегда есть новая информация для вас в контексте того что вы верили и вот это вот новая информация если ее будете впускать в себя одна будет вас периодически менять то есть вам не нужно идти каким-то новым путем например если вы увлекаетесь старого вам не нужно изучать что-то новое а вам надо периодически пересматривать что вот раньше например говорили о том что там не знаю таро пришло из европы потом через какой-то период а появляется какая-то новая информация но из-за того что вы ее в себе не впускаете потому что вы говорите я знаю что европе появилась таро мне неинтересно другая какая-то информация вот вы за это держитесь потому что если впустите новую информацию о том что ну например там есть на из атлантиды к примеру да пришло таро вам нужно будет потом как-то по-другому действовать а вы вот эти действия не хотите вы этих перемен не хотите потому что вас страшат перемены вот здесь про это проливайте свет вот на ту информацию на те страхи которые у вас есть и перепроверяете так ли это в принципе я ответила здесь на второй вопрос который я хотела до что вам нужно сделать для того чтобы эти это путем сном давайте спросим что вам нужно сделать чтобы прийти к этому результату вот как раз таки арка мира и говорит научиться доводить дело до конца то есть оставлять уметь оставлять прошлое уметь шагать в абсолютно новое расширять как-то свое сознание что еще королева пендакли хочется сказать знаете как то вот не циклитесь на какой-то своей стабильности здесь вам нужно научиться при умножать при умножать как-то свои знания опять-таки не на основе интеллекта ну полученной информации а на основе опыта то есть королева педакли говорят заземлеть заземлять эту информацию и как-то ее приумножать то есть до тех пор пока она у вас в голове вы об этом думаете давайте так скажем это как будто бы один из вариантов до знания если так можно сказать но как только вы это заземлить и сделаете это опытом вас могут происходить какие-то другие изменения то есть здесь обязательно надо заземлять вам вашу информацию такая у меня была и третья позиция благодарю всех за внимание хочу вам пожелать всем всего самого наилучшего прощаюсь до новых раскладов всем пока пока